Как известно, вчера глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ракетной атаке ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза», которые находятся в 70 километрах от Одессы. Самый сильный удар пришелся по БК-1. С украинской стороны первым об атаке на БП «Черноморнефтегаза» рассказал нардеп Алексей Гончаренко. В своем телеграм-канале он написал «Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле вышек Байко». На самом деле Гончаренко, как водится в Незалежной, сбрехал. По инсайдерским раскладам, которые буквально потоком льются из офиса президента Зеленского, ракетный налет по «Черноморнефтегазу» в Черном море был отвлекающим. Основной удар ВСУ предполагалось нанести именно по «Змеиному», ставшим проклятием для «Зе-команды». Задействовано было все, что имелось на тот момент у командования «Юг». Ракеты, беспилотники и даже штурмовики. С утра 20 июня турбопатриоты стали разгонять новость о новой перемоге. Однако в сводке Минобороны Украины на утро 20 июня о ночной атаке на «Змеинный» ничего не говорилось. Сообщалось лишь, что в акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки противника сосредотачивают на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. Как пишут СМИ, атака все же была, но не принесла результата из-за усиленной обороны острова. В частности, издание «Авиа.про» пишет, что ни одна из выпущенных украинскими военными ракет так и не смогла причинить острову и его инфраструктуре хоть какой-либо значительный разрушительный эффект. Часть из них, судя по всему, была успешно сбита средствами ПВО, развернутыми на территории острова. В то время как большинство упали в воду. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, согласно которым в течение суток на территории острова не был зафиксирован ни один пожар, отмечает издание. Кроме того, издание «Репортер» утверждает, что, цитата, «из четырех украинских самолетов, которые предположительно совершили это нападение, на аэродром вернулся лишь один». Отметим. Буквально накануне США опубликовали спутниковые снимки «Змеиного», согласно которым Россия усилила свой аванпост на острове дополнительными ракетными комплексами класса «Земля-воздух». По данным американской разведки, в последние дни на небольшом клочке земли в Черном море появились новые системы ПВО малой дальности «Тор» и «Панцирь». Эта информация согласуется и с украинскими данными. Капитан ВМС Украины в отставке Андрей Рыженко, вхожий в Генштаб Незалежной, подтвердил высокую концентрацию российских наземных средств противовоздушной обороны на острове. По оценке этого эксперта, за небом в районе «Змеиного» бесперебойно наблюдают как минимум две российские системы ПВО, поскольку американские самолеты «Авакс», летающие над Румынией в режиме 24 на 7, выступают как радиоэлектронные разведчики ВСУ. Как только ранее замолкали по каким-то причинам наши радары, ВВС Украины поднимали свою штурмовую авиацию и беспилотники. Теперь окон нет, поэтому приходится атаковать в лоб. Одесские паблики пишут, что украинские начальники начали потихоньку паниковать. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук признался, что его очень тревожат российские подлодки вблизи «Змеиного». С одной стороны, по его словам, надводные вражеские корабли начали держаться на безопасном расстоянии. Но с другой, количество подводных судов увеличивается. На данный момент таких есть три в водах рядом с нашим регионом. Само собой, бьют ракетами наши войска из побережья. Интернет-ресурс «Одесский фраер» разместил видео прилета по аэродрому в Одесской области, где была уничтожена станция управления БПЛА «Байрактар» и два беспилотника. Ролик сопровождается ласковым текстом. Это приходит ответочка по Одесскому военному округу за удары по буровым вышкам. На данный момент известно о четырех попаданиях. Эту же информацию подтвердило Министерство России, показав кадры старта высокоточной ракеты «Оникс» берегового комплекса «Бастион».